МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню, что пока «Глазовский прогресс» находится на первой строчке. На днях спортсмены встречались со своими основными конкурентами клубом «Алмаз Лроса» и уступили им в упорной борьбе 6-7. Тем не менее, лидерство наши ребята не упустили. А уже сегодня они играют на выезде с Якутской золы. Вернулись с национального первенства брендмейстеры Удмурти в Екатеринбурге. Среди сильнейших команд страны они завоевали в общем зачете 6-го места. В личном отличился Алексей Безумов. Он был 11-м в штурмовке. А в установке и подъеме по выдвижной лестнице в окно учебной башни в паре с Александром Яковлевым Безумов занял 6-е место. Еще один наш земляк Алексей Беляев преодолел 100-метровую полосу с препятствиями по личному рекорду и обосновался на 16-й строчке. А Бежевский тем временем готовится к большим соревнованиям. Только на этой неделе спорткомплекс «Чекирилл» примет сильнейших спортсменов-экстремалов России и Европы. И это уже не в первый раз. Чем так приглянулся онмурский курорт, столичным и заграничным гостям узнавала Татьяна Мальцева. Последние работы на сооружении под названием «Пайп». Именно на этой рампе и будут соревноваться участники двух кубков России и Европы. В прошлом году он уже прошел боевое крещение. В этом должен закрепить свое превосходство над российским коллегой «Пайпом» на розе хутор в Сочи. Сочинский «Пайп» он с одной стороны хороший, а с другой стороны он достаточно мягкий. И держать его постоянно под тем контролем, который он должен быть, в том состоянии, в котором он должен быть, очень тяжело. И в Сочи нельзя проводить не УТС, тренировки, нельзя проводить обычные соревнования, только предолимпийские, тестовые. Поэтому это не база, не центр, где можно постоянно проводить мероприятия, которые организует Федерация. Для местных спортивных специалистов подобные старты – своеобразная оценка деятельности и возможность многому научиться у российских и зарубежных экстремалов. Для развития сноуборда в Удмуртке это очень значимое мероприятие. На примере райдеров, которые выступают из-за сборной России и представляют другие страны, школа подготовки для наших спортсменов. Если в национальном старте шанс побороться за медали у нас есть, у ежевчанина Дмитрия Власенко, то до континентального форума наши ребята еще не доросли. Этот турнир для них будет мастер-классом. Кроме этих двух соревнований на Чикириле в это же время пройдет еще и спартакиада учащихся России. Еще одни всероссийские состязания уже проходят на теннисных кортах. В столице Удмуртии стартовал юношеский турнир под названием «Весеннее перенство Ижевска». Участвует в нем более 30 человек возраста 13-16 лет. Как из нашей республики, так и из других регионов Ханты-Мансийска, Башкирии, Московской области. Ижевчанин Константин Голиков один из фаворитов турнира. В российском рейтинге он сегодня на седьмой строчке. Юный атлет не скрывает, мечтает стать в будущем одним из сильнейших теннисистов планеты. Для этого Кося тренируется каждый день до седьмого пота. Дома, кстати, ему всегда играть комфортнее. Мне нравится больше в домашних условиях. Тут как бы я привыкаю, ну, играю, тренируюсь тут каждый день. А в других городах, там, за границей, все-таки первый раз, может, они. Наши просто обкатываются еще раз, обстреливают с такими играми. Если просто Голиков, Костя, все 12 или 13. А как бы турнир прохов в категории до 16 лет. Ребята приехали постарше, более опытные. Он играет на равных с ними, с 15-летними, с 16-летними, понимаете? Еще одно юное дарование Марат Нигамадзянов тоже предпочитает домашний корт. Он совсем новый, с профессиональным хардовским покрытием. Только вот зал слегка маловат. Но ребята к нему привыкли и выкладываются на турнире по максимуму, стремясь к своей мечте. Самая главная мечта вообще у всех теннисистов это входить в топ-десятку мировых звезд. Как Новак Джогович, Надаль, Ферреро. В финал вышел Голиков. Наставники не сомневаются. Соревнования он выиграет. Ждут тренеры медалей от ижевчанина Ильи Цыгинцева. А в конце марта ребята планируют выступить на финале первенства страны в Тольятти. А в Глазове в это время соревновались сильнейшие мотогонщики страны. Там прошел Кубок Всероссийской Федерации. Наши земляки в число призеров не попали. Хозяин трассы Динар Валеев шестой, а два ижевчанина Алексей Иванов и Сергей Яковлев седьмой и девятый. Все медали достались гостям турнира Башкира. Определили победителей только республиканского чемпионата и автогонщики Удмуртии. На днях в Ижевске завершился заключительный третий тур. Главный приз по итогам всех этапов достался Максиму Загуменову. Серебро у Никиты. Сапожникова, Бронзова, Константина, Данилова. На этом официально зимний сезон у них закрыт. Это все новости спорта. До встречи завтра.